Бангкок В Бангкоке имеется своя система общественного рельсового транспорта. Насчитывают всего 3 ветки, но иногда может пригодиться. Мы на станции Пхаятхай, сейчас купим велетики и поедем. Технология покупки билетов и на метро, и на подземку. Либо в автомате, либо в кассе. Смотреть. Так, нам надо English. Нам надо, мы сейчас где? Вот здесь, вот на эту. Нам надо 2 билетика. И все, да? Да. Кидай денег. Это 10 на это. Стоимость проезда в зависимости от расстояния составляет от 15 до 52 бат. Все, берем свои жетончики, вот такие и идем. Разница между метро и наземкой в том, что на надземку выдаются бумажные одноразовые билеты, которые нужно на входе пропускать через турникет. Проходим через турникет. Куда кидать его? Кидай, да? Кидай, да, это просто прикладывайся. И наш приехал поезд. Монаху уступили место, есть такие праймы. Народ гуляет, конечно, тут модно делать фотосессии, народ наряжается в национальные одежды. Пожалуйста, вот вам еще девушки красивые тут. Очень красиво, nice. На станции метро можно зарядиться, есть USB-порт, есть розетки. В скамеечке все удобно. И мы сейчас спустимся на лифте вниз из метро и будем идти к торговому центру. По сервису станции метро увидели остановочка. Здесь можно заказать граб-такси. Дешево и сердито будет. Находясь в Бангкоке, мы не один раз пользовались приложением граб-такси. Едем на такси. Граб-такси это аналог нашего Uber-такси. Везет одна женщина за рулем. Трафик уже начался. Да, потихоньку начинаются пробки. Еще пока мы порпали в такое время, что особых пробок нет еще. Но скоро начнется. Дужи есть на некоторых направлениях. Станция метро Виктори Монумент. Это обназемная линия. Можно подняться на лифте. Можно подняться на экскалаторе наверх. Или по лестнице. На той стороне и на этой стороне. Автобусы в Бангкоке самые массовые, демократичные и удобные транспорты. Их сетью город буквально пронизан. Остановки, как правило, видны на гугл-карте. Однако, будьте аккуратны. Эта информация не всегда соответствует действительности. Остановки в отмеченном месте может не оказаться вообще. Или же автобусы там не останавливаются. Автобусы бывают с кондиционерами и без них. Если все окна, а чаще всего и двери на распашку, значит кондиционеров нет. Если закрыта наглуха есть, платить следует кондуктору в салоне. Обычно это женщина со строгим взглядом, которая ходит с крупным пеналом под мелочкой, потряхивает им, как бы намекая. И пробки. Железнодорожные сети страны. В салоне входят 4 линии ведущего направления и несколько дополнительных. Цены на поезд в Таиланде колеблются в зависимости от многих факторов. Класс железнодорожных вагонов, наличие кондиционера, скорость состава. Это первый, второй и третий курс. Целые пешеходные улицы под крышей, чтобы было удобно ходить не под солнцем, не по жаре. Моют полы, все чистенько. Вот так забота о людях. Чистота кругом. Труд моют. И посреди здорового мегаполиса стоит твой золой домик со своим садиком маленьким. Бангкок расположен на полноводной реке Чаопрая. В дополнение местность изрезана рукотворными каналами. Несколько таких отделяют область исторического центра от остального восточного берега реки, превращая его таким образом в воздух. Соответственно, водный транспорт в Бангкоке играет чрезвычайно важную роль. Основное, что интересно туристу, речной транспорт, если не для перемещений, хотя и для них он годится, то хотя бы для любования видами. В черте города на реке расположена обширная система пирсов, а по самой реке ходит несколько разновидностей речных лодок. Сверх того, через реку можно перебраться не только по мосту, но и на паромах. Их трассы, а гугл-карты видно отчетливо. Отправляются они от каждого лодочного пирса, а также от собственных выделенных пирсов. И народ опаздывает на последнюю электричку, бежит практически как у нас. Все здорово. И пересаживается с одной на другую. Бегут, опаздывают. В Бангкоке есть несколько видов такси. Туки такие можно заказать. Но тук-тук по цене практически стоит как такси. Так что не знаю, если вам экзотики хочется, то можно проехаться. Так погрузились на тук-тук. Ну, не тук-тук, а сантео, да? Ну, не знаю. Ну, в общем, машинку. И едем во дворе сейчас. Договорились с водителем по 30 бат. Торговать, конечно, нет. Ну, других не было, поэтому особо не торговались. И сейчас приедем. Такие еще тук-туки большие есть, типа автобусика. Вот второй вид такси, зелено-желтая есть. Таксиметр. Ну, а мы идем через дорогу. Вот опять храм у магазинчика. И разворачивается в торговле уже. А мы идем в торговый центр.